Попытаться излечиться от своего алкоголизма. Настолько понравилось, настолько я проникся в это, настолько я это начал все осознавать, как на самом деле устроен этот мир, как устроена психосоматика. Человеческое развитие, оно бесконечно, но не имеет никаких ограничений. Пришло ко мне такое осознание, что пора менять что-то. Начну по порядку. В институт психосоматики я пришел первый раз два с половиной года на одиночный модуль познакомиться с Артемом Олеговичем и попытаться излечиться от своего алкоголизма. Последние 10 лет у меня были такие бурные дни с употреблением алкоголя связано. И я уже начал понимать, что в этой жизни я от этого недуга не смогу избавиться каким-то таким традиционным путем. Ну, традиционным, да, это либо кодировка, либо силы воли. И по рекомендации супруги она говорит, попробуй делать это все через психологию. Я пришел на обучение к Артему Олеговичу. И в рамках показательного кейса он взял меня прямо в институте в разбор. И тем самым я от этого недуга излечился. И потом прямо мне это все настолько понравилось, настолько я проникся в это, настолько я это начал все осознавать, как на самом деле устроен этот мир, как устроена психосоматика, как наши психотравы могут влиять на нашу жизнь, как вроде бы казалось, простые мелочи могут вообще изменить это все колоссально. И я пошел к Артему Олеговичу в менторство. Потом я принял решение пойти вообще обучаться в институте психосоматики. Это меня также сподвигло с переездом в город-герой Москву. И вот таким образом я в прошлом году, перед Новым годом, стал счастливым обладателем диплома института психосоматики. Сережа, скажи, как поменялось твое общество, где ты вращался раньше, что вы обычно делали? Как обычно, деньги никогда не считаются на то, что доставляет тебе удовольствие. Поэтому я деньги даже не считал, когда я их прогуливал. И самое главное, это было состояние, что алкоголь давал состояние, кайфа, эйфория. Но потом пришло ко мне такое осознание, что пора менять что-то, потому что метаболизм все равно не вечен. То есть алкоголь имеет довольно-таки такие химические свойства, разрушение организма. И я понимал, что рано или поздно надо прекращать это делать. Лучше, конечно, раньше. То есть я такой практичный человек. Я лучше, как говорится, поменять колесо у машины заранее, нежели потом оно когда оторвется. И я принял решение завязать с этим. Поменялось грандиозно все. То есть круг моих друзей изменился, круг общения поменялся. Стали более отношения новые. То есть меняешься ты, меняется окружение. Потому что многие знакомые вообще перестали меня понимать, как это так. Плюс я же начал сразу тоже практиковать. То есть я начал, как говорится, транслировать этому миру, что вот посмотрите на меня, на моем примере. То есть я же смог избавиться от этой пагубной привычки. И могу вам рассказать, как это делать. Ну, если вы это хотите. Народ, люди, они меня так отпровергли. То есть они меня в каком-то момент обесценили. Сказали, что что-то ты занимаешься ерундой. Привычная твоя среда, где ты раньше вращался. Да, и сказали, лучше бы ты бухал, как раньше бухал. Типа какой-то там из тебя психолог. И на этом вся история закончилась. И, соответственно, с переездом в Москву, с обучением психосоматики, это новые знакомства, это новое общение, это новые клиенты. Это, опять же, сарафанное радио, которое тебя знакомит с другими людьми, у которых общие интересы. Интересы-то, на самом деле, простые сейчас. То есть это двигаться в то состояние, в котором ты будешь получать, испытывать гармонию, радость, счастье и транслировать эту миру, что вот, смотрите, так можно. И поэтому люди идут на эту энергию, люди откликаются, люди видят изменения. Сереж, вот такой вопрос. Ведь среди нас очень часто кто смотрит этот вебинар, кто будет потом смотреть записи, и я думаю, что есть большое количество людей, у кого кто-то из родственников употребляет алкоголь, или кто-то из знакомых спивается, и они это видят. Вот на своем примере можешь ты сказать, чем психосоматический подход отличается от того локодирования, которое ты пробовал делать, я помню, и от тех вот запретных мер, которые человек, который пытается бросить сам, в чем отличие? Отличие в том, что мы понимаем психосоматический сценарий, то есть мы понимаем свои действия, то есть для чего мы употребляем алкоголь, какую проблему мы хотим решить с помощью алкоголя, то есть от чего я ухожу с помощью алкоголя. Ты можешь поделиться, вот что тобой манипулировало? Помнишь, какие программы у тебя вскрыли, и ты их осознал, что именно они тобой манипулируют, а не ты управляешь своей жизнью? Ну, мной манипулировала программа ненужности, ощущения ненужности, которую я осознал при рождении своего ребенка, и плюс у меня в возрасте 6 лет нас покинул отец, он умер, к сожалению, и вот это все считало мой мозг, то есть мой, ну, мой мозг, это моя психика восприняла это как психотравму, которая при рождении моего ребенка запустила этот процесс, что как бы у меня не было своего опыта в жизни, да, то есть с отцом, и, соответственно, алкоголь, он заменил мне чувство радости, то есть заменил чувство радости, чувство вот этой всей эйфории, ощущения вот этого прекрасного всего. Счастья. Да, счастья. И плюс еще там усугубился, то есть ощущение ненужности, да, что как бы мама, скорее всего, хотела сделать аборт, и поэтому моя психика это восприняла как я ненужный, я должен уйти из семьи, поэтому вот это все манипулировало, и вот благодаря вам это все было в течение одного часа раскрыто, была переведена переустановка моего мозга, да, и я вот с того момента я алкоголь не хочу просто, не то, что, ну, я не хочу его, то есть меня там тоже спрашивают, ты хочешь пить, не хочешь, я не хочу, то есть если я захочу завтра, я, может быть, выпью, но я не хочу, да, я не хочу. Я хочу сейчас поехать в Тибет, куда-то собираешься в нашей группе. Да, и поэтому, когда это ты все осознаешь, ты это все понимаешь, что твоя жизнь меняется, да, то есть осознав проблему, алкоголик на самом деле никогда не осознает, что он не скажет, что он алкоголик, но как только он это скажет, то уже начинается излечение, вот мне, к сожалению, ой, к счастью, мне к счастью, это удалось все сделать, чем преодолеть. Да, наш первый разбор, частично, в самом начале, он у нас выложен вне открытых дверей, потому что нас многие наши будущие студенты просят, а что у вас там внутри происходит, да, и мы вот сделали такое нарезки, короткие, да, и выжимки из-за того, что у нас происходило на различных модулях, и любой человек, кто хочет понять за кулиси института психосоматики, может это в экспресс-режиме там за часа два сделать, и в том числе вот твоя первая речь, да, какой ты был, там у нас есть, и мы середину отрезали, чтобы интимные вещи не показывать, но и в конце ты уже вот какой ты там встал, это очень видно, но и какой ты сейчас, твоя точка B, это очень существенно заметно. Скажи, как в бизнесе дела сейчас? В бизнесе сейчас вот какая-то такая непонятная история, какой-то, я бы не сказал, что откат, но прямо застой такой, да, то есть это, возможно, сказываются все-таки о новогодней празднике, это сказывается, возможно, как бы финансовое положение населения, и такое ощущение, что люди как бы на что-то начинают копить деньги, вот знаете, такая же ситуация была полтора года назад, когда всеобщая мобилизация началась по весне, народ-то как-то раз деньги поддержал, и вот сейчас какая-то такая ситуация, поэтому, вроде бы мы за бизнес, да, то есть мы же должны как бы наворачивать, увеличивать масштабы, все, а вот продажи прямо вот они зафиксировались на определенном объеме и стоят. Все дело в том, ну, сразу ремарку маленькую скажу, что состояние общества и мышление, поведение людей меняется в зависимости от того, что люди чувствуют, именно чувствуют в этом мире, и это, во-первых, имеет некую цикличность всегда, рынок, который растет, то падает и так далее, эти циклы, они экономистами уже выявлены, и настоящий бизнесмен, который идет своим путем, все-таки ты человек бизнеса, да, давай так скажем, да, ну, теперь еще и психосоматолог, он это знает, он к этому спокойно относится, и он просто ищет новые рынки, новые смыслы для того, чтобы его деятельность несла большой потенциал и развивала бы его дальше, и поэтому, я думаю, что в том числе и поэтому у тебя возникло желание поехать вместе со мной с группой в Тибет, в этом году, в мае месяце мы едем, для того, чтобы почувствовать глубже свои смыслы жизненные и новые грани, потому что человеческое развитие, оно бесконечное, но не имеет никаких ограничений, то, что мы знали вчера, уже иногда не очень актуально для сегодняшнего дня, то есть это, может быть, нам помогало ранее, а теперь этот метод, он не очень применим в данной ситуации, и мы, во-первых, узнаем гораздо больше, поэтому познание себя и познание божественного через себя, оно не имеет никаких ограничений, и просто, чем хорошо развивать свою осознанность, что ты начнешь воспринимать жизнь, как в хорошем смысле праздник, счастье, наслаждение, игру, в который ты играешь, делаешь это в легкости, осознавая, что старые ментальные конструкции и эмоции, которыми ты не управлял и не понимал их, теперь не являются хозяевами над тобой, а наоборот, ты сам создаешь тренды своих чувств, ты сам выбираешь свою реальность, ты сам ее творишь через создание глубоких смыслов в честь защищения, и вот как раз ретриты и дают открытие этого потенциала человеку, но очень важно потом эти смыслы в обыденную жизнь, в ту реальность, в бизнес, в личное творчество, их дальше реализовать, и я этому рад, что ты идешь этим путем. Да, Артем Олегович, я тоже очень рад, что мы продолжаем с вами общение, мы продолжаем общаться с другими преподавателями института психосоматики, потому что у каждого преподавателя это свой проект, это обратная связь, и находишься в обучении, то есть я вот постоянно вспоминаю такую пословицу, что богатые учатся всегда, ну богатые это в кавычках, богатые учатся всегда, бедные знают все, и вот я иду туда в обучение, то есть мне очень интересно все познавать, я продолжаю развиваться, это вот все благодаря вам, все благодаря вот этой встрече три года назад. В слове богатства есть слово бог, надо понимать, смысл, а в слове бедность есть слово беда, человек в беде, поэтому он беден, причем бедность это не только финансовое понятие, это еще может быть скупость чувств, это скупость смыслов, и я знаю полно людей, ну потому что ко мне такие приходят, у них может быть миллиардное состояние, но при этом абсолютно никакие взаимоотношения в семье, потому что у них нет душевного богатства, вернее оно и есть, но оно не проявлено, и вот мы этому начинаем учиться, степ-бай-степ, шаг-да-шагом. Хорошо, Сереж, благодарю тебя за то, что нашел время сегодня выступить, рассказать о себе вкрасе, и до скорой встречи. До скорой встречи.